Хозяин Арктики не только напугал оленевода, но и разрушил стойбище, порвал чум, перевернул нарты. В страхе сейчас все, кто находится в районе озера Ярато-1. Маршрут передвижения Белого Медведя пытаются установить специалисты профильного департамента. Сразу после случившегося на место ЧП вылетел вертолет. Опросили местных жителей в поисках Косолапова. Несколько раз облетели близлежащую территорию. Параллельно ситуацию мониторят в районной администрации. Пострадавшей семье отправят комплект зимних нюков, сукно, брезенты, продуктовые наборы. Самое главное информирование и готовность людей адекватно среагировать, чтобы, конечно, есть присутствие чувства страха, но чтобы этого не было, мы информируем и даем средства отпугивания Белого Медведя. Белый медведь в этих местах скорее исключение из правил. Одна из основных версий кочевников – это медвежона, которого прикормили на Харасавее. Хищник вырос, но не отвык кормиться на территории человека. Перевезти животное на другую часть полуострова невозможно. Косолапый слишком тяжелый. Это еще не дает никаких гарантий, что он не вернется со временем. То есть за вот этот период летний, что он в итоге перемещался по территории полуострова, то есть он уже понял, что такое представляет себе человек, что это какие-то дополнительные пищевые ресурсы. Соответственно, переселение его на какие-то другие расстояния может не оказать должного эффекта. Белый медведь – краснокнижное животное. Отстрел хищника строго запрещен. Ликвидировать его можно лишь после разрешения Росприроднадзора. Запрос ведомства уже направлен. Тем временем у оленеводов появилось еще одно предположение. Возможно, это тот самый медведь, что в июле напал на Олега Лаптандера. Мужчина чудом выжил. Его внучка и жена отделались испугом. Здесь на факторе вообще ни разу не появлялся белый медведь. Ну, это обычно где-то в сторону Харасавея, но Баваненкова там где-то вот так. Но здесь что-то он не должен был появляться. Мужчина, встретившийся с белым медведем у озера Ярато-1, чувствует себя хорошо. Сейчас находится в соседнем стойбище. Тем временем к помощи оленеводам подключилось и общественное движение «Ямал». Волонтеры закупили 40 дополнительных комплектов, средств для отпугивания медведей. Юлия Шнайдер, Антон Соболь, Вера Дронзикова. Время Ямала. Ямальский район.